Сегодня отмечают Международный день гражданской авиации. В России она стала зарождаться в первые годы советской власти, а через два года, в 1925-м, в небе над Якутском впервые поднялся самолет «Солович». С тех пор прошло около 90 лет. Об одном из легендарных авиаторов Якутии расскажет Евгений Тайтонов. Филипп Сергеев – человек, благодаря которому отчасти сегодня Якутск имеет воздушное сообщение со всем миром, а районы – центром республики. После службы в армии в 1958-м году Филипп поступил в Киевский авиационный институт и через шесть лет он вернулся на родину. Работал инженером. Здесь какие-то условия труда были, но в эти сложные помещениях, в которых одноэтажное здание, старенькое было, мы там размещались там, ни воды, ни горячей, ни холодной воды, естественно, холодище. Рядом стояла котельная. Мы часто техникой подбрасывали уголь, углем топился. Ну, вообще удобство, как говорится, на улице, само собой. Филипп Сергеев был одним из первых инженеров, обслуживающих Ан-12, Ан-24, Як-40, Ил-18. И за 12 лет работы в авиатехнической базе он проделал путь от обычного инженера до начальника производства. За все эти годы, которые я работал в АТВ и позже наши мои друзья и воспитанники работали, ни одного случая, что каких-то летных происшествий, серьезных поломок и так далее по вине инженерно-технического состава не было. И по сей день не было. Нет. Сам легендарный якутский летчик Валерий Кузьмин настоял на том, чтобы Филиппа Сергеева назначили на ответственный пост по организации перевозок. И не ошибся. Молодой руководитель буквально по наитию создавал из работников без специального образования слаженный коллектив. Когда Алла Ивановна Руденко была, начальник пассажирка службы, я спрашиваю, Алла Ивановна, дайте мне документы по технологии работы, положению в службах, должности инструкции и так далее. Ну, как всегда положено, как обычно, АТВ всегда и в двух службах было. Она смотрит на меня, говорит, Филипп, что это такое? Ну, я понял, куда я попал. Но я на них не обвязаюсь, они работоспособственные люди были. И интересно, главное, обучая мне. Мы этим делом справились, технологии все мы сделали, там много написали. Механизации много сделали. И, естественно, так работа наладилась, стало нормально. 1982 год – следующая веха в трудовой карьере нашего героя. Теперь он отвечает за строительство и эксплуатацию наземных сооружений. В период, пока он работал в этой должности, у нас на территории республики были построены 46 аэродромов. Со зданиями, сооружениями, аэропортовыми комплексами. Ну, такие самые значительные. Это искусственные полосы в Мирном. Это искусственная взлетно-посадочная полоса в Вилюйске, вторая полоса в Якутске. Это у нас огромная работа была проведена в Вилюйске, когда именно в этом регионе у нас впервые построили искусственную полосу. Еще одна заслуга Филиппа Сергеева – то, что аэропорт Якутска стал в 1996 году принимать международные рейсы. Когда строили, с монтажной работой были, мы поставили своих инженеров и техникам сюда. Они вместе монтировали, участвовали в монтажах, естественные эксплуатации, все. Все это смотрели, сами делали практически вместе с канатами. И, конечно, вот в вокзале столько лет стоял, значит, и никаких, ничего никогда не отказывал. Днем ранее наш герой отметил свое 80-летие в кругу своих близких и коллег. Филипп Сергеев – человек, который без преувеличения открыл новую страницу в развитии авиации в Якутии и стал примером для нового поколения авиаторов. Евгений Тайтонов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.